Ну и как вы понимаете, я это делаю Снимаю задолго до того, как начнется новый день Потому что темно немножко на улице Тестирую вот эту джедайскую палку для съемки в ночных условиях Которые я собираюсь использовать для видоса гитарного коллаба Сейчас как раз ожидаю, пока мне привезут еще одну Потому что с одной будет сложно, а с двумя будет уже идеально, прям как хочется Вот этот вот пить black за спиной Хотя в принципе я там все вижу глазами Выглядеть на видео будет, мне кажется, очень круто Особенно если это будет какой-нибудь экшон прям У меня, знаете, на самом деле вот эти вот возможности современного мира То есть технологии, которые постоянно появляются какие-то новые каждый день Меня они, если честно, просто поражают Я довольно давно уже хотел замутить такого рода съемку Именно попробовать снять ночью таймлапс Посмотреть, что из этого выйдет Научиться это делать Но никак не доходили руки Вот сегодня руки дошли И вот результат, я думаю, вы уже видели Но сегодня я хотел поговорить немножко не о технологиях И не об изучении технологий На самом деле, я думаю, вы заметили, что я перестал на влоговом канале Выкладывать видосы какие-то, можно так сказать, с хайповыми названиями То есть реакция на какие-то альбомы, какие-то там еще что-то Мне просто это неинтересно Мне неинтересно заниматься хайпом ради хайпа То есть, вот знаете, там новый альбом Корн послушал, да, там, например Да я его до сих пор не послушал И, грубо говоря, если бы хотел сделать хайповое видео Я бы его сделал уже давно Пришлось бы послушать Корн, который я не хочу слушать Как только я сконцентрировался на том, что мне интересно Естественно, упали просмотры на влоговом канале То есть, на влоговом канале вы смотрите именно как контент, который делаю непосредственно я То есть, я вас считаю своими друзьями, с которыми я делюсь какими-то своими размышлениями Вот как сейчас, например Или своими какими-то вот находками в плане технологий или умения делать что-то Но вот снимать видео ради того, чтобы привлечь к себе больше внимания Что на влоговом канале, что на основном академском У меня реально желание отпало Я на академский канал сниму видос на эту тему Где скажу, что у меня больше нет желания делать анализы вокалистов Потому что аудитория, которая вот эта 350 тысяч человек Я это прекрасно понимаю Да, это большая цифра, треть миллиона, все дела Но это аудитория, которая смотрела видосы и подписалась на канал Только потому, что там было чье-то имя, знакомое, известное Да, это помогло мне немножко раскрутиться Сделало там популярней школу, популярней мою личность и прочее Но это люди, которые смотрели видосы не из-за того, что я рассказываю что-то интересного А из-за того, что я в видео показываю кого-то известного Ну и больше я этого делать не хочу Вот реально, просто пропало желание Потому что я хочу, чтобы у меня была своя аудитория Потому что все вот эти люди Я не знаю, сколько на самом деле людей смотрят и влоговый канал, и академский канал Плюс еще сейчас ютуб лагает сам по себе У них там какая-то фигня с алгоритмом произошла А колокольчики у всех не работают Вообще оповещений никаких никому не приходит Просмотры просто вот таким вот образом упали У всех вообще, у всех знакомых У даже забугорных блогеров я смотрел, тоже такая же фигня происходит Ну, меня это особо не заботит, потому что я в любом случае получаю от этого удовольствия И мне абсолютно по барабану, сколько вложено усилий в видос Не знаю, там, проект какой-то, который мы снимаем, например, да, для академского канала Реально, на этом канале вряд ли будет что-то еще такое Может быть, я хотел сегодня вообще снять, знаете, какой-то попробуй не смеяться челлендж У меня там наткнулся на видос, с которого, я не знаю, меня просто со второго или с третьего Просто сорвало и разорвало вообще Вот, я ржал, как, я не знаю, просто Во-первых, я не нашел оригинал этого видео Во-вторых, как бы, ну, делать, опять же, хайп ради хайпа не вижу смысла Хотя я бы поржал, мне кажется Поэтому напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу Я имею в виду именно своя, не своя аудитория Потому что я хочу заниматься творчеством А не вот этим, вот, знаете, продвижением за счет каких-то известных имен Потому что можно сделать свое имя Именно за счет людей, которые будут интересоваться именно моей деятельностью А не деятельностью своего кумира через меня Это, вот, знаете, просят там разобрать кого-то Они просят в комментариях показывать фрагменты подольше Зачем? Чтобы они могли насладиться любимым исполнителем Очень печально, когда человек не может просто самостоятельно Без моей помощи насладиться своим любимым исполнителем Давайте до понедельника Субтитры создавал DimaTorzok